Британские агентства по трудоустройству Обвиняются в эксплуатации иностранных работников В результате чего мигранты в Британии живут на грани выживания Пытаясь расплатиться с долгами Которые накапливаются в попытках получить работу Которая не материализуется Об этом пишет Guardian Также на первой полосе Вот там слева, если вы видите, я увеличу Зеленский предупреждает Трампа Что тот может стать президентом-лузером Если будет заставлять Украину соглашаться на плохой мир Об этом подробнее я расскажу позже в выпуске Daily Mirror сегодня одна из тех многих газет Которые посвятили свою обложку памяти бывшей звезды регби Роба Бару Который скончался в возрасте 41 года После борьбы с болезнью двигательных нейронов Премьер-министр Риши Сунак пообещает изменить закон Для того, чтобы защитить женские пространства Такие как туалеты и раздевалки Сообщает газета Daily Telegraph Но, вероятно, у Риши Сунака в предвыборной кампании Немного было сторонников Когда он пообещал всех набирать в армию с 18 лет И теперь он взялся за гендерно-нейтральную тему И пообещал женщинам отдельные туалеты Надежды сэра Кейра Стармера На налаживание новых отношений с Европейским Союзом После прихода его к власти Будут означать принятие правил Брюсселя Которые он уже отвергал Об этом сообщили источники из газеты i Попытки России заключить крупную сделку По строительству газопровода с Китаем Зашли в тупик Из-за того, что Москва считает необоснованными Требования Пекина к ценам и объемам поставок Об этом сообщили Financial Times Три осведомленных источника Газета Times сегодня пишет Что министр по делам женщин и равноправия Кеми Баденекс Намерена обвинить сексуальных хищников Как пишется в газете И сексуальных активистов Нарушение британских законов о равенстве Именно эта тема сегодня беспокоит Times Премьер-министр Ириши Сонак Пообещал переписать законы о равноправии Для того, чтобы определить пол как биологический Если он победит на выборах Пишет Daily Mail Ну, как мы уже знаем Он действительно делает ставку на сексуальное неравенство Теперь это уже можно так назвать Легенда регбийной лиги Роб Барро скончался от болезни двигательных нейронов В возрасте 41 года При этом бывший спортсмен неустанно работал Над повышением осведомленности об этом заболевании После постановки такого диагноза Об этом сообщает газета Daily Star Вынеся это на свою обложку Дань уважения спортивному гиганту И вдохновляющему активисту Робу Барро Который умер спустя более 4 лет После того, как ему поставили диагноз Болезни двигательных нейронов Отдает тоже Daily Express Печально известный российский видеоблогер Предлагал людям 260 тысяч фунтов стерлингов Для того, чтобы сорвать финал Лиги чемпионов Новембли Об этом сообщает газета Метро Об этом поговорим позже В выпуске более подробно Но, кроме того, газета представила раздел О путешествиях Специальный прайд Посвященный первой неделе Месяца гордости ЛГБТК Плюс И там еще, по-моему, пара букв В общем, посвятили они свою первую страницу Двум вещам Российскому видеоблогеру И месяцу ЛГБТК А в студии я с выпуском Самых актуальных новостей в Великобритании На понедельник, 3 июня И давайте для начала поговорим Про предстоящие выборы Коротенько так Около половины нежелающих идти на выборы В Великобритании Не доверяют политикам И это является главной причиной Почему они не хотят голосовать По результатам опроса YouGo Проведенного от имени организации Searching Foundation Представленного эксклюзивно На газете Метро Около 80% респондентов Не верят, что депутаты Говорят правду Подавляющее большинство Также выразило недоверие К членам палаты лордов В ответ на вопросы О причинах невыбора Более половины опрошенных Указывают на отсутствие доверия К политикам в целом Напишите, пожалуйста, в комментариях Будете ли вы голосовать И если да Какие на это причины В Великобритании Объявлено о проведении Испытаний прорывной Как они пишут Вакцины против рака В городе Саундгемптон Именно этот город Станет одним из 30 мест По всей стране Где будут проходить Испытания новой вакцины Против рака В рамках программы NHS Cancer Vaccine Launchpad Программа предлагает Персонализированные вакцины Против рака Которые предоставляют Собой вид иммунной терапии Усиливающий иммунную систему Организма Для обнаружения И уничтожения Раковых клеток Насколько я понимаю Прививку нужно сделать Заранее Еще до того Как вы узнали о диагнозе Что у вас есть рак Учитывая, что Теперь такие диагнозы Ставят По сообщению британских ученых Аж за 7 лет До возникновения раковые опухоли Судя по всему Нужно прививаться Продолжая медицинскую тему Королевский колледж Медсестер RCN Объявил национальную Чрезвычайную ситуацию В ННХС В Национальной службе здравоохранения Указав, что пациенты Умирают в больничных коридорах Из-за сильной перегруженности больниц Новый отчет показывает Что многие пациенты Остаются без необходимой помощи Такой, как кислородные подушки И подвергаются интимным осмотрам В неподобающих переполненных местах Опрос показал Что почти 11 тысяч Медработников на передовой Отказывают В 40% случаях Отказывают пациентам В осмотре Потому что они находятся В неподходящих местах Такие, как коридоры И это ущемляет Конфиденциальность И достоинства Пациентов Ну вот такая уже Околомедицинская тема Британцев призвали Действовать как кролики Для того, чтобы Помочь поддержать Падающий уровень Рождаемости в стране Ну, имеется в виду Поддержать Увеличить количество рождаемости Компания сторонников Философии поощрения Рождаемости Утверждает Что система Социального обеспечения Станет неустойчивой Если не появится Больше детей в Британии Которые в будущем Могут платить налоги С 2022 года Уровень рождаемости В Великобритании Снизился До Почти Полутора Ну, до Количества Один И сорок девять десятых Ребенка На семью Ну, как-то в среднем Получается Полтора ребенка На семью Это самый низкий Показатель С момента Начала Введения записей В 1939 году Демограф Пол Морланд Автор книги No One Left Предупреждает О серьезных Экономических Последствиях Если не будет Роста Рождаемости Он подчеркивает Что снижение Уровня рождаемости Приводит К слабому Экономическому Росту И нехватке Рабочей силы А депутат От консервативной Партии Мириам Кейтс В прошлом году Назвала Снижающийся Уровень рождаемости Экзистенциальной Угрозой Для западных Стран Статистика Показывает Что лучшие Военные подразделения Великобритании Не смогли Достичь Своих наборных Планов При правлении Консерваторов Королевские силы Морской пехоты И разведывательный Корпус Испытывают Падение Числа Заявок Несмотря на то Что они являются Источниками Для британского Спецназа Набор в эти Воинские подразделения Снизился С 2016 Года Королевские силы Морской пехоты Не смогли Достичь Планов С 2016 Года И предположительно Снова не смогут Это сделать В этом году Прошлый год Стал свидетелем Падения числа Заявок На 28% Для Зеленых Беретов Лейбористы Бодро Друзья Спасибо за вашу поддержку И за то что вы с нами Сегодня мы снова хотим Обратиться к вам за помощью Как вы знаете Наш канал существует Без официальных спонсоров И меценатов Наша цель Собрать средства На зарплату ведущему новостей Почему это важно Ведущий это сердце Нашего канала Он тратит много времени И сил на подготовку Каждого выпуска Чтобы вы могли получать Достоверную и актуальную информацию О Великобритании Из первых рук Без ведущего канал Не сможет существовать Как вы можете помочь Сделайте донат Это самый простой способ Поддержать нас Даже 20-50 пенсов От каждого из вас Один раз в месяц Будут иметь большое значение Расскажите о нашем канале Своим друзьям и близким На данный момент Собрано чуть больше 10% от минимальной Но так необходимой В месяц суммы Мы верим Что вместе мы справимся Спасибо вам за поддержку Да, действительно Спасибо за поддержку Тем, кто Пользуется кнопочками Там внизу Поддержать Или подписаться Стать платным зрителем Но давайте перейдем К той панике Которую нагнетает Пресса Британии Россия предупредила Что способна Вывести из строя Ядерный потенциал Великобритании Всего за один день В случае Третьей мировой войны Пишет сегодня Газета Метро Военный эксперт Доктор Юрий Баранчик Заявил, что операция Немыслимая Позволит России Устранить ядерные силы Британии и Франции Лишив Европу Ее военного статуса И радикально Изменив систему Безопасности На континенте После успешного Выполнения Такой операции Россия намерена Предъявить ультиматум США, НАТО И Европейскому Союзу С требованием Прекратить поддержку Украины Угрожая применением Тактического Ядерного оружия Дмитрий Медведев Подтвердил, что Россия не блефует В своих ядерных угрозах Через час Те из вас, кто останется В живых Будут завидовать Мертвым Продолжая Такую Околобританско-политическую Тему Владимир Зеленский Предупредил, что Дональд Трамп Рискует стать Президентом-лузером Если выиграет Выбор Трампа Вот такое Достаточно интересное Интервью Вышло в газете Гардиа Ну и сразу Переходим к тому Что сейчас Начался Месяц Гордости ЛГБТК И об этом Пишут газеты Поэтому я не смог Пройти Мимо следующей Статьи В одном из баров Решили отметить Гетеросексуальный Месяц Предлагая Гетеросексуальным Мужчинам Бесплатное пиво В честь ЛГБТК Прайд Манс Однако Для получения Бесплатного напитка Требуется Не только Быть Гетеросексуалом Ну и Выглядеть Соответствующим Образом Женщины При этом Не получат Бесплатные напитки Но зато Им предоставится Скидка На Happy Hour Анонс Этой акции Вызвал Как поддержку Так и критику Ну а Я вижу Только один Минус Для себя Этот бар Находится Как оказалось В штате Айдах В Америке Но учитывая Что у нас Достаточно Зрителей Именно из Америки Я думаю Что эта информация Будет вам полезна Ну а мне Для того Чтобы пойти В ПАП Придется Рассчитывать Только на Вашу Поддержку Подписчики Нашего Телеграм-канала Видели Кадры С антиисламского Марша В Лондоне И согласно Заявлению Полиции Метрополитен Достаточно Известные Футбольные Хулиганы Присутствовали Среди Тысяч Собравшихся В поддержку Крайне правого Активиста Томми Робинсона Робинсон Известный Своими Антиисламскими Компаниями Возглавил марш От станции Виктория В Лондоне До площади парламента Где потребовал Отставки Начальника полиции Марка Роули На этом мероприятии Был показан Документальный фильм Лаффер Утверждающий Что Роули Возглавляет Систему Двойных Стандартов Полиции Которая Предпочитает Мусульман И сторонников Палестины Белым британцам Этот фильм С русскими Субтитрами Вы уже Сегодня Сможете Увидеть В нашем Телеграм-канале Ну конечно Если вы на него Подпишетесь Продолжая Тему Футбольных Хулиганов Как пишет На первой полосе Газета Метро Стало Известно Что Российский Видеоблогер Предложил 260 тысяч Фунтов Стеллингов За срыв Финального матча Лиги Чемпионов В субботу Некоторые Из нарушителей Которые попали На стадион Вембли Были одеты В футболке С надписью Мелстрой Именно это Онлайн-ник Андрея Бурима Российского блогера Из Москвы Который Осужден За физическое Насилие После нападения На модель Во время Одной Своих Прямых Трансляций Видео Которое Он опубликовал В Телеграм Он сказал Если вы Выбежите На поле Лиги Чемпионов С логотипом Мелстроя На теле Ну или на майке Вы получите 30 миллионов Получается Рублей Это 260 тысяч Фунтов Стерлингов Ну а В целом Да Во-первых Кто-то Все-таки Я так понимаю Получит Вот эти деньги Ну а В целом Около Пятидесяти Человек Были Задержаны Полицией В связи С хаосом На минувших Выходных Включая Тех Кто пытался Проникнуть На стадион Вембли Без билетов Как вы видите Субботняя акция Была частью Масштабной Полицейской Операции В которой Приняли Участие Более Двух Тысяч Полицейских Многие Из участников Марша Организованного Как я говорил Ультраправым Активистом Томми Робинсоном Были членами Британских Группировок Которые связаны С хаосом На футбольных Матчах Вы видите Что там Происходило Охрана Стадиона Вембли Обошлась В 5 миллионов Фунтов За вот эти Несколько часов Для полиции Ну а теперь Давайте поговорим О погоде И нашествии Улиток Как оказалось Из-за влажной погоды Великобритания Столкнулась С нашествием Слизней И улиток Недавние дожди Создали идеальные Условия Для их размножения Что вызывает Жалобы садоводов Из-за уничтоженных Растений Королевское Общество Садоводов Сообщает Что популяция Этих существ Выше нормы Так как Они начали Размножаться В ускоренном Режиме Ну в отличие От людей А их потомство Ну вот этих Слизней и улиток Выживает В очень большом Количестве Что рекомендуют Садоводы Создать Небольшой пруд И может быть Он привлечет Лягушек И жаб Которые помогут Контролировать Популяцию Вот этих Слизней и улиток Мало нам Влаги Судя по всему В наших Гарденах Ну а если Вы помните В целом Нам синоптики Обещали в этом году Самое жаркое Лето За всю Историю А теперь Оказывается Что лето В Великобритании Будет холодным И дождливым С возможными Внимание Снежными Бурями Летом Температура Может опуститься В некоторых районах До 1 градуса Сильные дожди И грозы Ожидаются Аж до августа Что может сделать Это лето Самым влажным За последние 112 лет Прогнозы показывают Что такие города Как Глазго Ньюкасл Манчестер Бирмингем Пострадают Больше всего Также возможны Туманы И низкая облачность А букмейкеры Снижают шансы На рекордно Дождливое лето Ожидая Что оно войдет В историю Как самое мокрое Теперь я понимаю Почему с нашего канала Пропал Игорь Павлов Вероятно Ему стыдно Смотреть нам в глаза После всех этих Оптимистичных Жарких Прогнозов Которые он Нам давал Покажите Это Путину В глаза Этого ребенка И плачущих врачей Как вы понимаете Влажная погода Влияет на здоровье Поэтому Будьте здоровы Не болейте Постарайтесь Себя Как-то беречь От этой влаги Которая нас окружает На этом Острове В студии был Олег Хилл Я встречусь с вами В следующем выпуске Не забудьте Посмотреть На наш канал О королевской семье Там постоянно Появляются Тоже новости Если вас интересует Что происходит В королевской семье То вам Нужно Зайти Именно туда А я с вами Прощаюсь До следующего выпуска Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин